На базе Центра выявления и поддержки одарённых детей «Алые паруса» прошла родительская сессия по теме «Семья и школа. Вместе ради детей». К ней дистанционно подключились представители школ из районов области. Одним из главных стал вопрос безопасности детей в школах, который относится к четвёртой категории. И количество таких учреждений с сентября увеличится. Другими словами, они останутся без охраны частных предприятий. Если муниципалитет, о них не позаботится и не найдёт средства. 55 школ снижают категории, с третьей категории опасности на четвёртую. По постановлению правительства уже нет обязательных требований к частным охранным предприятиям. То есть с 1 сентября на 55 муниципальных школ, в основном, конечно, районные школы, в городе Ульяновске такого нету, а именно в области такие проблемы существуют. И пропадает тёп. К четвёртой категории в том числе относится детский сад в Вишкайме, где весной произошла трагедия. Сотрудников ЧОПа там не было. Из бюджета региона выделяются деньги только на учреждения с первой по третью категорию. Кроме того, на собрании обсудили вопросы работы психологической службы в образовательных организациях и работу штаба родительского контроля. Рассмотрели вопросы дополнительного образования детей. С 1 сентября многие родители и дети встанут перед выбором, где получить недостающие знания и навыки. В 2022-2023 учебном году реализацию дополнительных общеразвращих программ будет осуществлять более 700 образовательных организаций различных типов. Это и Центр детского творчества, и Общая образовательная организация, и колледжи, техникум, организации негосударственного сектора. На 30 мая 2022 года детей обучалось на территории Леонской области более 140 тысяч. То есть порядка 83% от всех детей, проживающих на территории Леонской области. По словам специалиста в регионе, мест дополнительного образования для всестороннего развития ребенка предостаточно. Только с 1 сентября откроются более 7 тысяч объединений различной направленности. Более того, теперь можно записать детей в кружки, секции, ДШИ через портал Госуслуг, не выходя из дома. Все вопросы, которые были озвучены на родительской сессии, будут включены в повестку Общероссийского родительского собрания, которое пройдет 31 августа.